Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами об огородных конфликтах. Но не о тех конфликтах, когда над 15 сантиметров там передвинут забор и не хватает полквадратного метра земли соседу, или там на него нависает ветка шикарной черешни, а вы не разрешаете ему ее убирать, или там еще какие-то траблы между соседями. А мы поговорим с вами о конфликтах минеральных веществ, которыми мы подкармливаем наши растения. Существует два основных типа конфликтов. Первый тип конфликта – ничего личного, только химия. Просто элементарные химические реакции. Когда вы в одном ведре смешиваете такие удобрения, как, например, кальциевая селитра и сульфат магния, то сульфат реагирует с кальцием, образуется нерастворимый, малорастворимый гипс, сульфат кальция. Он заляжет надолго в почве, будет очень медленно отдавать кальций, но не сможет стать массированной подкормкой, которая быстро устранит дефицит кальция в вашей почве и у ваших растений, и не исправит ситуацию, например, с вершинной гнилью, если она связана с дефицитом кальция. Поэтому просто нельзя определенные виды удобрений смешивать между собой. Это важно. Второй тип конфликтов, которые есть у удобрений, это их конкуренция за попадание внутрь растения. Вот если в первом случае вот эти таблицы совместимости, несовместимости удобрений, что с чем смешивать, они хорошо известны, то что касается конкуренции за попадание в растения, здесь огородникам известно гораздо меньше. Вот наиболее конфликтующими друг с другом за попадание в растения являются четыре элемента питания. Это аммоний, азот, это калий, это кальций и это магний. Все эти ионы, когда они попадают в виде раствора в почву, они в виде ионов попадают в почву, они являются положительно заряженными. И они конкурируют за счет этого, за попадание в корень, поскольку все являются положительно заряженными, и им всем нужен один механизм для проникновения внутрь корня. И представьте себе, что они как будто в толпе народа начинают распихивать друг друга локтями и начинают конфликтовать друг с другом. Самым-самым сильным конфликтантом является аммоний. Аммоний победит всех. Поэтому, когда вы злоупотребляете аммонийными удобрениями, аммячная селитра, сульфат аммония, то в этом случае всем остальным положительно заряженным удобрением становится очень плохо. Высокие дозы аммония, ну вот это, к слову, большие любители поливать нашатырным спиртом. Полейте нашатырным спиртом томаты, и они завалят вас урожаем. Но они, может, завалят вас урожаем, если у вас в почве было азота ноль, но одновременно они завалят вас проблемами с пестрыми листьями, это нехватка магния, и с вершиной гнилью, это нехватка кальция. И это, конечно, будет большая проблема, кроме того, что ваши томаты, может, их и будет много, но они будут невкусные, потому что у них будут белые прожилки из-за нехватки калия. Это конфликт номер один. Конфликт номер два – это три оставшихся элемента – калий, кальций и магний. Любой из этих элементов, внесенных в избытки, блокирует поступление остальных двух. Так, например, массированные магниевые подкормки в корень для того, чтобы устранить пестроту на листьях, а также приостановить жирование, приведет к тому, что в растение будет поступать мало калия и кальция. Большое закармливание кальциевой селитры приведет к тому, что помидоры будут невкусные и приведет к тому, что у вас появится пестрота на листьях, что говорит о том, что у рожайчика вашего будет уже совсем немного. При избыточном внесении калия в почву вы имеете шансы также подхватить вершинку. Что же делать? Как же быть? Каким образом выйти из этой конфликтной ситуации? Ну, во-первых, необходимо соблюдать рекомендуемые нормы внесения удобрений. Общее количество удобрений в ведре воды не должно превышать концентрацию 30 грамм на 10 литров. Вот я предлагаю всегда схемы, когда вы разносите немножечко во времени жиденькие растворы удобрений. Такие, например, как подкормка того же огурца. Когда вы делаете подкормку калиевой селитры, через неделю кальциевой селитры, через неделю магниевой селитры. Потому что к тому времени, когда вы уже внесли калевую селитру и собираетесь через неделю вносить магниевую селитру, то уже от калия того почти ничего не осталось. Он весь в растении и весь работает. А в почве они конфликтовать не будут. Но можно ли сделать такую подкормку три в одном? Взять калевую селитру, кальциевую селитру и магниевую селитру. Каждого, например, по 10 грамм, там, по полной чайной ложке на ведро воды и полить. Будут ли в этом случае элементы конфликтовать между собой? Если вы делаете вот такие жиденькие, очень жиденькие подкормочки, там не больше 10 грамм элемента в совокупности каждого, то в этом случае конфликтовать они не будут. Напротив, низкие дозы кальция, например, низенькие дозы калия, способствуют тому, что кальций и магний усваиваются корнями. Низенькие дозы магния, прям совсем небольшие дозы магния, способствуют тому, что кальций хорошо усваивается корнями. Но что это за низкие дозы? Речь идет о том, что если ваше растение остро страдает от нехватки магния, то есть на листьях уже появилась пестрота, это означает, что кальций будут всасываться очень плохо. Но если на ваших листьях, вот как у меня, никакой пестроты нету, это означает, что магния у меня здесь хватает, и кормить магнием с целью того, чтобы кальций хорошо всосался, нет никакого смысла. Я просто регулярно чередую, 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 не давая конфликтовать между собой элементом питания, потому что все-таки я разношу их в одну неделю между собой, и не допуская очень высоких доз, которые заблокируют одно другого. Ну, это может показаться достаточно сложным, и это может показаться, что это надо, понимаете, пять лет учиться на агрохимико, на почвоведа, для того, чтобы как следует усвоить эту науку. Ну, на самом деле ничего-то сложного нет, просто следуйте рекомендациям по подкормкам. Вот и все. Но есть один замечательный, уникальный, превосходный способ устранить любые конфликты между любыми элементами питания. Какой? Я уверен, что постоянные зрители канала Иванова наука прекрасно об этом знают. Добавляйте микробиков. Если вы будете добавлять в каждую подкормку мультибактериальный комплекс от профит, в этом случае никаких конфликтов в почве между элементами питания за попадание в корни у вас не будет. Как же так? Почему так происходит? Да все потому, что особые метаболиты микробов, которые накапливаются в процессе выращивания этих микробов, связывают избытки элементов питания и отдают их растению только по мере того, как эти элементы питания истощаются в починном растворе. Поэтому, когда вы используете мультибактериальный комплекс, вы вообще можете не задумываться, что с чем конфликтует и какие огородные конфликты и войны происходят, потому что микробики все поправят. Не забывайте об этом. Я часто об этом говорю, и вы можете вполне убедиться по состоянию моих растений, что это так. Что ж, на этом я прощаюсь с вами на этой замечательной ноте. До самой скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok